Всем привет! Сегодня заготавливаю зелень, кинзу и петрушку. Есть основные три способа заготовки зелени. Это засолка, сушка и заморозка. Сушеная зелень, на мой вкус, абсолютно не имеет никакого вкуса и аромата. Замороженная теряет структуру своего листа, поэтому тоже не нравится. Мой выбор соленая зелень. Вы можете попробовать сделать всеми способами и выбрать тот, который вам больше нравится. Хранится соленая зелень не очень долго, около трех месяцев. И хранить ее нужно в холодильнике. Спустя один месяц она абсолютно сохраняет весь свой аромат и вкус, все эфирные масла. Я хочу вам показать укроп, который я заготавливала месяц назад. И он у меня сейчас стоит свежий в баночке. А вот данный укроп, который вырос, уже имеет высоту 150 и более сантиметров. Огромные зонтики, палочки у него как деревяшки. Для употребления в пищу он не пригоден, только на семена или в засолку огурцов. А в баночке в это время же стоит ароматная, вкусная, свежая зелень. Крышки для удобства можно подписать. Я подписала КПУ, кинза, петрушка, укроп. Такую заготовку очень хорошо добавлять в первые блюда в тарелку. Не забывайте, что супчик в этом случае лучше не солить, так как зелень получается соленая. Начинаю приготовление с заготовки кинзы. Зелень необходимо срезать, перебрать, хорошо промыть и просушить. У меня пучок большой, поэтому просушивала зелень я всю ночь. Затем зелень необходимо взвесить. У меня получилось 750 грамм. Далее зелень мелко нарезаю и перекладываю в удобную емкость, чтобы было удобно перемешивать. Соль я беру в 2 раза меньше, то есть на 750 грамм кинзы беру 360 грамм крупной соли. Соль прекрасный консервант и хотя ее достаточно много, это гарантия того, что ваша зелень будет надежно сохранена и не испортится. Затем зелень с солью необходимо перемешать и даже немножко перетереть, а затем уложить в банку. Такой большой тазик зелени, а именно 750 грамм, прекрасно помещается вместе с солью в одну литровую банку. Зелень вот так вот укладываем, хорошо крепко утрамбовываем. Кинзы у меня получилась одна 700 граммовая банка и еще половина 700 граммовой банки или одна литровая. С петрушкой все то же самое, петрушки было немного поменьше, а именно 600 грамм. На 600 грамм петрушки я положила 300 грамм крупной соли, взвешивала все на весах. Теперь вот так перемешиваю, перетираю. Я сделала зелень в отдельные баночки, а можно все это смешать и в одну, сделать ассорти, это все по вашему вкусу. Банки, конечно, должны быть чистыми, при желании можно их даже простерилизовать. Я лично помыла их с содой и ошпарила кипятком. Крышки также промыла с содой и ошпарила кипятком. Сухие баночки наполняем плотной зеленью, закрываем крышкой и будем хранить в холодильнике. Хранится такая зелень 3-4 месяца. Сейчас на видео банка кинзы, петрушки свежеприготовленные. Здесь укроп, который стоит уже месяц в холодильнике, именно вот так он выглядит. А последняя баночка это смесь кинзы и петрушки. Спасибо, что остаетесь со мной, смотрите мои видео. Спасибо за ваши лайки, комментарии и поддержку. Желаю вам удачных заготовок, хорошего дня и отличного настроения. До новых вкусных встреч!